Народ это Мариуполь, микрорайон Черемушки недалеко отсюда находится. И вы знаете, вот эти вот дома, вот кто-то их ремонтирует или не ремонтирует, какие-то вот такие элитные. Вон там Черемушки. И они, знаете, они всегда такие пустоватые какие-то, здесь никого нет. Мне еще, наверное, год назад говорил кто-то, вот делают крыши, подрядчики. Слушайте, а вот те частные дома, это что им делают крыши? Это коттеджи, это трехэтажные коттеджи. А кто им делает крыши? Первые дома детенцы делали, сейчас не знаю кто подрядчик. Подрядчики. Ага, интересно очень. Очень интересные дома. В общем, предлагаю погрузиться в тему и узнать состояние этих домов и статус ремонта. Началось это все осенью 22-го года. А, еще тогда? Да, заехали, они начали вроде как мусор вывозить, подрядчики. Все потому что, ну, здесь вы видите, все довольно-таки плачевно. Выглядит дом, дома все разбиты. И они были такие прям после вот боевых действий? Естественно, да, естественно, конечно. А после чего? Они такие были, вон, видно, побиты. Приехали люди, поставили леса, стали убирать мусор. Ну, ок, все хорошо, давайте, пожалуйста. Вот, проходит время. Началась зима. Естественно, зимой особо работы вести холодно, потому что здесь у нас одна большая проблема. У нас здесь не было света, естественно. Света не было, воды не было. Здесь находиться было сложно, естественно, рабочим. Они, ну, давайте, говорит, потеплее, и ты начнем дальше. Ну, все. Тут власть меняется, уже приходят другие подрядчики, потому что эти, ну, то ли денег не платили. Приходят другие, ставят леса. Ой, ну, класс, вообще, да, вот смотрим, да. Повыбивали он остатки этих окон, всего остального. Ставят леса, все. Ну, оба, проходит еще месячишка, все, нет, тишина. Опять они там леса сняли, уехали. Ушли. Да. Проходит время. Третьи. Третьи тоже. Ну, третие вообще пошли дальше. Они поснимали и крыши, остатки крыш. По крайней мере, там, где вот на некоторых корпусах они относительно были, ну, относительно целые. Ну, они снимают крыши и начинают вроде бы как опять свою работу. Ну, начинают еще лучше. Ну, вот они поснимали крыши, и все. И все опять на этом стало. Это уже буквально два месяца. Крыши даже те, где были более-менее целые квартиры, заливало полностью, потому что... Это когда последние ушли подрядчики отсюда? Месяца два назад. Последние. Да, ну, это уже либо третий, либо четвертый. Честно сказать, ну, мы даже по большому счету... Это их стройматериал, да? Да, это их стройматериал. То есть остатки они где-то пооставляли. Вот это тоже их... Где-то поснимали, где-то крышу делали-делали, потом сняли. Короче, ну, тут такое непонятное. Ходили представители дома, и скажите мне, и в подрядчику непосредственно офис у него здесь, в Мариуполе. Ну, на сегодняшний день вопрос как бы не решен. Понятно. Ну, я так понимаю, в большинстве своем жители городка решают вопросы, ну, каждый индивидуально, но информация, я так понимаю, нигде и ни у кого толком нет. То есть оно как было. Видите, крышу сняли, там были остатки какого-то шифера, но ее сняли. И теперь туда такие дожди. Вот сегодня мы приехали, сюда идет дождь. Тут оно заливает все. Квартиры на первых этажах, видите, они относительно целые. Да, нет окон, но кто-то позабивал. Но с учетом того, что оно все течет, оно все, даже и более-менее сохранившееся, оно все покрылось грибком, оно все поднималось, ну, потому что оно течет. Все, больше в этом плане... Очень, очень жалко. А это сколько таких домов здесь? А вы знаете, у нас здесь пять корпусов. Вы не представляете. А я вижу, это хорошее, хорошее. Да, это маленькая Швейцария на самом деле была в Мариуполе. Такого городка нет, нет, нигде. Это на сколько квартир здесь? Квартир 100? Здесь у нас 60 квартир. Да, 60 квартир. У нас здесь трехуровневые, верхние этажи были трехуровневые, четырехкомнатные, трехкомнатные квартиры. Красота. С Крыма привезли, когда только строился этот городок, и подрядчик продавал квартиры, мы, жители городка, скинули с деньгами. У нас тут, ну, роз, наверное, я не знаю, кустов тысяча. У нас все было настолько красиво. В розах, да. Но сейчас, в силу того, что я же говорю, мы пытались как-то это сохранить, да, своими силами приходили уже, будучи. Но оно ж, понимаете, оно ж разбивается. Там где-то кинули, там где-то подняли, там не подняли, там трактором. Но все оно вот так. У нас на территории своя детская площадка была, беседки. Все закрыто, никого лишнего. Только у нас, во-первых, всегда был городок под охраной. Наши дети ходили, гуляли до 11-12 вечера, потому что они все были всегда под присмотром. У нас дети могли к одному соседу позавтракать, пойти ко второму пообедать, потому что мы очень-очень дружно жили. Но сейчас жизнь раскинула нас всех, естественно, по разным местам, потому что в приоритете здесь жили семьи моряков. А, вот так. Конечно, да, семьи моряков, поэтому я же говорю, охрана у нас была, видеонаблюдение, я же говорю, это единственный вот такой закрытый городок. Мало того, наша земля, это земля, не принадлежащая местным властям. Эта земля, она в собственности непосредственно нашего городка. Это когда-то был ОСМД БРИЗ. В собственности, поэтому мы здесь жили так, как хотелось. Как хотелось, да. То есть мы благоустраивали, мы ставили, я же говорю, ставили то, что мы считали нужным, особо не спрашивая, у кого можно или нельзя, потому что у нас была своя подстанция. Мы подключили свет, у нас есть активные жители, или даже не столько жителей, это папа нашей соседки, девочки, который и свет провел. Ну, в части где-то чем-то пришлось пожертвовать, потому что мы передали на баланс местных властей нашу подстанцию. Хотя бы свет, потому что мы даже по сей день платим охране, потому что вы не представляете, сколько всего у нас отсюда уже вывезли. Мародеры. Конечно. Во всех пяти заселена только одна квартира, но, видать, этим людям уже реально, ну, негде абсолютно, потому что мы тоже слоняемся там в ближайших селах, потому что там у кого-то родственники, у кого-то родители. Понятно. То есть, короче, он не жилой поселок. Нет, он не жилой. Здесь жить, ну, по сути, вы же видите, ну, как можно жить, где тут жить? Тут жить-то негде. А мало того, у нас здесь у всех свое автономное отопление было. Да, офигенный, офигенный поселок, классный. Да, поселок, я же вам говорю, вот у нас закрытая территория. Ну, вот то, что пытались, видите, ну, частями вроде как пытались восстановить. Вроде как. Ну, дело в том, что, понимаете, оно, когда нет согласованности и нет цели, наверное, какой-то, я не знаю, в чем, материальные проблемы возникают, не знаю, в чем. Ну, вот оно вот такое все. Оно брошено. Я вам хочу сказать, в большей степени, может быть, уже и жили бы, если бы были условия. Потому что, ну, дети учатся, сесть, учатся, да, детей, я не знаю, куда-то. А, вот так вот? Ну, да. Заходи, выходи. У нас шикарные подъезды были, убраны, мы оставляем здесь велосипеды. Не, мне концепция очень нравится, такие еще открытые эти пространства. Да. Вы видите, видите. Как жалко вообще. Вы не представляете, насколько жалко. Вот видите, вот оно капает, оно течет, оно протекает. Сова? Да. Вот видите, вот оно течет, вот оно течет. Тут крыша, в принципе, над этим зданием была целая, оно течет. Вот, все мокрое, все протекает. Да, одна квартира у нас более-менее была целая, но ее все залило, зато все затекало. Видите? Это вот чья-то, да? Да, это чья-то, да. Это вот так. Кошмар. Скажи, говорю, и конца края там нету, время идет. Остатки того, чтобы более-менее сохранилось, оно уже все. Подпорки, это вот рабочее делали? Да, да, это пытались. Пытались? Да, пытались. Не опасно здесь ходить вообще? Ну, вообще, наверное, сильно не стоит, я не знаю. Но вот тоже, да, подпорка. И уже какую-то укиплики цепляли. Я не знаю, что это вообще. Я не мастер этих дел, но мне кажется, это так. Я не понимаю, как действительно принимаются решения восстанавливать, не восстанавливать. Я тоже не понимаю. Край города. Да. Пять минут, пять-семь минут. Вот мы пять-семь минут, мы в центре. Здесь очень удобно было. Это вроде бы как и не в самой этой суете, но тем не менее, очень было комфортно. Очень хорошо. А это получается, как второй этаж здесь? А здесь, да, здесь, знаете, как летний сад был. Такой не летний, а закрытый сад. То есть, ну, типа оранжерей, но кто как использовал. Кто использовал под подсобки. Все это было застеклено, и такой большой, высокий балкон. Очень удобно было. Здесь можно было и разные. Ну, у нас, скажем, тут зон отдыха хватало и на территории. А вот, получается, поднимаетесь. А что там? А там тоже комнаты. А там можно пройти туда? Да, пошлите, ничего страшного. Нет, я имею в виду, не упадем мы? Нет. Ну, так вы в рабочую не упали, мы не упали. Вот здесь это, получается, самый... Второй этаж. Да, ну да, это, получается, вот эти уровни идут. Здесь это второй уровень, здесь это спальни были. Видите, ну, все течет. Держи, здесь хоть часть крыши, хоть где-то, может, и было, ну, все. Да. Все ушло и кануло. Классная квартира, классная. Да, ну, реально, я не знаю, какие-то проекты были. Ну, это, в принципе, проект любой архитектор сделает. Это не так сложно. Я имею в виду, что хорошая локация, недалеко от моря, получается. Да, 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 очень близко к морю, во-первых. Во-вторых, да вообще близко ко всему. Мариуполь, на самом деле, городок, ну, численность большая, но... Компактный, компактный. Да, компактный. Я же говорю, ты вроде бы и не в самой суете, но, тем не менее, 5-7 минут, и ты в центре города. Это было очень удобно. Ну, это, получается, санузлы тут, правда. Ну, понятно, а это еще комната. А это еще комната. Это обычно была детская комната, ну, у всех. Три этажа, да? Да, ну, это три уровня. Это вроде как и не этаж, это так, одно название, но, ну, тем не менее, межэтажный. Это как, он на крыше, крыши такие же, видели, ломаные. Вот это еще одна детская комната. Я говорю, в основном, это была у всех детская комната. Ой, это чьи-то фотографии оставили. Да, это чьи-то семейная комната. Слушайте, а что, заберите, конечно, это надо... Да, я не видел, просто... Это чьи-то прям, жалко-жалко. Заберу сейчас. Ты прям оставил свой целый семейный архив. Ум нашли. Да, сейчас бы рабочие забрали. Да, рабочие, ну, 300-летние, надо. Нет, я не знаю этих людей. Не знаете? Нет. Может, это чьи-то еще, ну, в любом случае... Да, конечно, заберите. Да, заберите. Библия, там, ну, короче. То есть 60 собственников, и они все разбрелись. В основном, да. Ну, я же говорю, одни живут. Ну, многие те, кто здесь живут, на территории, где-то, ну, может, у кого-то есть съемное жилье. Наверное, я не знаю. Мы общаемся, в принципе, те, кто здесь так. По телеграмму особо встречаться смысла нет. Но, знаете, приходить сюда и слезами обливаться, честно говоря, не хочется. Не хочется. Да, поэтому вот так. И в поселке нет ни отопления, ничего нет. Конечно. А какое отопление? Видите, вот оно все. Вот оно все течет. Оно все протекает. Оно все выристое. Видно. Это был общий холл. Да, это наш холл. Да, это как бы наш коридор. Вы здесь отдыхали. Вот такой наверх, это на верхних этажах. Да. На первых? Только верхние? Да, только верхние. Вот такие трехуровневые, только самые верхние этажи. Они, наверное, были самые дорогие квартиры. Да, да. Я вам хочу сказать, от застройщика мы покупали квартиру за 45 тысяч долларов. 45? Да. У вас тоже наверху было? Да. Это что-то недорого. Ну, это было, извините, знаете, в каком? В 2010 году. А, тогда доллар. Ну, понятно. Ну, просто 45 тысяч. Ну, может, тогда это было дорого. Ну, тогда это было, не пошло до года. Слушайте, это здесь... Ну, по-моему, 45. А ты должен слушать. Или 60, или 45. По-моему, 45. Ну, это что, понимаете, да. Вот и все. А, вы еще сами ремонт делали? Конечно. Понял, понял. Кухня. Это вот второй этаж или третий? Здесь просто, как квартира. Да, здесь просто, конечно. Квартира без лестниц. Да, да, здесь просто. Вот, пытались, видите, какие-то стены восстанавливать. Ну, это такое все. Я прям представляю, как здесь все было. Как-то один день. Весна была. У нас розы, цвета. Вы не представляете, какая это была красота? Я прям визуализирую. Я представляю. Ну, как бы, во-первых, квартирки такие интересные. Плюс людей не сильно много. И кому не показывают. Это у вас, ворот, кейли. Да, у вас, ворот, специально. Я думаю, что у вас мало кто продавал здесь что-нибудь. Да, ну, конечно. Люди жили для себя. Конечно, жили для себя. У нас такая квартира, метров 75, наверное, да? Да. Плюс-минус. Да, да, да. Они небольшие, на самом деле. Ну, компактные, удобные, хорошие. Стены, получается, нет. Вот они начали делать, что-то сделали, что-то тянули. Не тянули. Тут уже какие-то трубы кинули, откуда они взялись. Ну, такое. Понятно. А вы коллективную заявку не писали? Знаете, мы куда-то хорошо не писали. Ну, на местном уровне писали, конечно. В Москву? Ну, в Москву. В Москву не писали. По крайней мере, я об этом не знаю. Мне кажется, вам надо коллективно. Каждый пословно писал. Каждый пословно, что там писал. Каждый пословно хотел. Ну, пока... Пока... Проблемы, я же говорю, мы не можем понять. В принципе, смотришь, там за дом взяли, здесь взяли. Я и говорю, я не понимаю, как принимаются решения. Я не понимаю. Этот восстановить, этот нет. Этот восстановить, этот потом. Непонятно. Так, вроде бы, как они и приходят сюда, да, сказать, допустим, что их нету, они тут не появлялись. Нет. Вот же вариант. Ну, вот строим материалы какие-то. Да, да, все. Но оно бросается. И вот так вот. Видите, свет же есть. Свет мы восстановили. Приехал РЭС, они сделали свою работу. Все это... Свет здесь есть. Здесь нет газа, потому что... Ну, какой газ, если все квартиры побитые, газопровод разбитые. Он, может быть, общий газопровод они и сделали. Конечно, надо восстанавливать. Хорошее такое место. Да, шикарное место. Я вам хочу сказать, вот едите... Дело в том, что вот видели вы те дальние дома тоже в таком плане? Да. Но там чуть-чуть другая система. Там незакрытая территория. Там как бы, ну, каждый... Ну, не было этого. Мы специально создавали ООО, СМД. То есть мы же говорю, мы сами себе были хозяевами. И решали, куда нам направлять деньги. На обустройство или на ремонт. Или, ну, как бы... Тут у нас были крытые стояночки, мы машины туда ставили. Не все, но кому угодно. У нас это тоже было приоритетным. Кто куда. У каждого свое паркоместо. То есть мы подъезжали, остановились. Ну, очень комфортно было на самом деле. А, вон там парковка была, да? Ну, это парковка, да. Это крыто, но, я говорю, это элитная. Дальше у нас тоже есть там вообще гаражи закрытые были. Тоже закрытая территория. Мы там ставили... Он как-то называется этот поселок? Брис. 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 Там где-то часть первых домов они более-менее сделали. Здесь только затянули, мусор скинули. Видите, тоже непонятно. Понимаете, никто нам, естественно, не объясняет. Нет, конечно, нет. Понятно. Нам не объясняют. Они вроде бы есть, но их и нет. Вот они взялись активно, потом бац, они куда-то все испарились. Ну, так. Понял. Мы очень надеялись, что мы за год, тем более они сроки говорили свои там, да. Мы быстро-быстро очень на это надеялись, потому что, ну, не хочется действительно такое место терять. Не хочется. И жилье, и комфортное было. Не хочется, нет. Да, не хочется. Очень хочется. Я тоже приехал вот в этом корпусе, дети были. А, вы же тоже жилец? Да, да. Дети мои, да. А-а-а. Они должны были в субботу заехать, четверг начали бабахать. Они у меня так и остались. А, вот так даже? Даже так. Они год ремонтировали, купили. Да вы что? Год ремонтировались. Тут строитель чуть ли не ночевал целый год, потому что взять у меня... Кошмар. Моряк денег вроде бы это. Кошмар. То есть они сделали ремонт, и началась война. Да, должны были в субботу заехать. Уже цел накрыли, на четвер бомбить начали. Кошмар вообще. Самые разные. Какие-то с открытым доступом все могут зайти во двор, а какие-то закрытые. Здесь нечего сказать. Просто пожелания властям, может быть каких-то ответственных лиц, хочется еще раз попросить обратить внимание на этот такой мини-поселок. И решить вопрос с восстановлением. Тем более подрядчики заходят, уходят. Мне кажется, нужна какая-то координация. И, ну, сами понимаете, что кого-то нужно напрячь, как всегда. Всем удачи в мирном небе над головой. И пусть от поселок сделается, и жильцы возвращаются сюда. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.